Доброе утро. Ну как ты там дышишь-то? Доброе утро. Да я на минутку. Я сейчас скажу там по этой, по программе. А Володя нет? Володь. Здесь, а здесь. Вот он. Я не могу громко говорить, не могу. Я сейчас расскажу, что делать надо. А он нас хорошо слышит, по чьё фонику говорит. Не напрягайся. Вот эту программу, которую вы не нашли, так файл, да, не записался? Снятие, как она называется? Да, а я его не нашёл. А ты меня спрашиваешь про Елену, которая у вас? Да. Для того, чтобы записывать, надо не ждать, пока он автоматически сам запустится. Потому что у этой программы бывают сбои. Надо самому вручную её запускать. То есть на красный кружок там нажимать нужно. Я так и делал. Ну, видимо, что-то промахнулся я. Я сильно это нет. Просто хнулся я. Я сильно это нет. Просто узнал. Хорошая сильно была передача. Ну, там запись, когда идёт, там эти секунды. Время показывает, идут секунды. Ну, у меня закрыто. Я не смотрел даже. У меня другое было. Надо было поглядеть. Я виноват. Я так и сделаю. Надо вот не забывать в следующий раз. Потому что программа такая нестабильная. И она может пропускать. Я... Всё, всё, всё понял. Не говори. Это я знаю. Ладно. Мы сейчас будем делать запись. По житиям идём. Пока Володя дома и... Я смотрю. Ну, и как? Ну, опять же, это не для всех. Ну, хотя не для всех, но опровергнуть это можно как-то. Это значит, надо не отвергнуть Слово Божие. И без Него тогда всё стоит на месте. Во свете Библии, это житье, это надо смотреть. Так это или нет. Они вытворяли, что попало. Совершенно не относятся к Евангелия. У них веры во Христа никакой не было. Чтобы благодатью спасены. Призови и спасёшься. А вот они соревнования там устраивали. Кто больше и кто лучше тело своё измождит. Смотришь, помер, смотришь, помер. Это убийство. А были некоторые, которые понимали и говорили, мы не являемся убийцами своего тела. Ну, это единицы. Конечно, такие. Просто нельзя так огульно принимать всё на веру. Надо тоже рассматривать, конечно. Нет. Я им показываю хорошее, плохое, конкретный вопрос-ответ. Вопрос-ответ. У людей это совершенно другое теперь. Которые, вот мне даже сейчас выходят, но я никогда не знал. Да некоторые житья-то не считали. А просто это утвердившаяся недобрая мощь. Они его стараются в людей вдавить. Вот она такая была. Она ушла в монашество. Она теперь постриглась. Она ушла. Вопреки Евангелия пошла. Евангелие одно указание. Идите после умер. Идите. У них профессиональная болезнь ноги. Они кухнут, как стал бы язвой. Тут всё это написано. От долгого стояния. Это не может быть. Ну лежит человек, у него прорежни. Аномалии такой-то. У него прорежни не могут быть. Ты шевелишься, ветер поддувает. Вот так. Ну да, полезно. Конечно. Мы когда закончим всё, по 5 минуту походить. Мне интересно, на количество позавчера, вдруг количество подскочило посещение на 100. А на следующий день на 150 уменьшило вчера. Мы никак из размера 320 выйти не можем. Определённое сейчас тут 280-320. На одном месте стоит посещаемость форума. Ведь он такой и есть. Его нельзя расшевелить. Потому что тут приходят по 300 человек в день. И в течение месяца, месяца, ни одного выступления нет. Чего они приходят-то? Зачем? Явное дело, что они что-то считают. Но не новые же люди 300-то каждый день приходят. Да, конечно. Конечно, считают. Я и думал о том, чтобы ты именно такой был. А не так, как у Кукураева. Одно слово сказал. А ты сам засранец. А ты опять следующий ему. А ты-то на себя посмотри. Рожа поганая. Следующий. Они друг другу ругаются там непрерывно. У нас ничего этого нету. У нас застолья. За хорошим столом съели. Тут не надо припираться. Свою блевотину на стол тащить. Они считают, люди видят. И некоторые тогда выходят. Некоторые. Тобличка бывает. Я никогда это не встречал, не видал. Ну а дальше уже как настоящая работа с ним идет. Мы даем материал о житиях. Это не один день. Во-первых, его составить надо было. А теперь насчитать. Ну а теперь смотри. По всем вопросам. Я не буду долго. Ладно, отходи с Богом. Да, мы увидимся с Богом. Сейчас скажу маленькой. Это было позавчера. На меня один вышел. Фамилия его. Тутов. Тутов Анатолий. А, нет, это другой. Ну, какой-то такой. Вот. Я священник был. Сейчас я вроде за штатом. Но, судя по всему, он запрещен это. Вот только апостольское. Ему не надо ни святых отцов, ни каноны. Ну, видно, уже в годах. И он мне нужно с вами поговорить. Ну, разрешил. Вчера на меня вышел. Вышел уже по скайпу. Он несет это вот все. Концепция такая. Моя концепция. Концепция. Такого слова в Библии нет. И вот он только одно. Это апостольское. Я так понимаю. Я нигде пока нет. И вот можем полезным быть. Я все слушал, слушал. И вижу, что отвечать ему нечего. Там просто болезнь какая-то у него. Он воображает, что колонны все законы. Все они нужны. Молимся святым. Вот это абсолютно не нужно. Ну, явно, что он уже полностью потерял. Но я православный. Ну, как Журавлев там. Православный. Там ничего нет православного. Он позиционирует себя православным, как говорят. Вот Герман Стерликов. Там ничего нет. Он все пять патриархатов он отвергает. Ну, никого не признают, кроме самого себя. Я молчал, молчал. И в конце сказал, у меня времени просто нету. И ладно. Я ему сказал, может, один раз позвонить. Через месяц пять минут. А он-то, ему сын включил это. Видео не было. Только голос-то. И он отошел и не выключил. Теперь у них что там есть? Все идет о меня. И я сижу и слушаю. Я, наверное, сейчас слушал. Они там сидели, слушали. Я, видимо, и похвалился. Вот нашел человека. И теперь увеличится его общество. А никого у него нету. И там, видимо, один из них сын. А другой какой-то там на скреме стоял. Как они его взялись понужать? Да ты не давал говорить. А он правда. Он и говорил. Ты ему не давал слова. Ты превозносился. Да как же. Он мне ответил. Они опять его. Да целый час они его трепали-трепали. Для того интересно. У меня Володя подходит. Я уже дверь открыл и показываю. Тихо слушает. Они маленько то телевизор включат, то по новой хлешат его. Ты вот все думаешь, что ты прав. А точнее я ему ответил только одно. Я православный. Я целиком православный. До мельчайшей молекулы православной. Ни одного канона. Ни одного святого отца не отрицаем. Ни одного жития мы их принимаем, но делаем уже рассмотрением о свете Библии. Но я ему дальше передать им сказал. А тут я промолчал. И вот до того интересно слушать, как они там. Но они полностью на него, на него. Они и меня то не знают, за меня нету. А вот только оправдаться да нет, он мне сказал вот это. Ну что он тебе сказал, то мы рядом были слышали. Ты не давал слова ему сказать. Он говорил где-то наверное минут двадцать. И правда. Чего только нет. Еще я буду... Какая-то концепция. У него концепция. Вот. Какая-то. У меня Евангелие. У меня Евангелие, Библия, Святые Отцы, наследие церковное. Я в церкви. Я в церкви. Иначе меня бы слопали, проглотили и даже размазали. Они ничего не могут сделать. Почему? Они даже сознательно нападающие на меня в православие. Что они не православные. Наш епископ сказал, когда сидели с этим епископом. Он говорит, Игнатий сугубо православный. Вам никогда не обвинить его в неправославии. Как? Когда? До тошности. До самой... До тошности и до точности. Стараюсь, чтобы все было выполнено. Вот когда поклоны заканчиваются, вчера вечером, может Господи Владыка Жатанова, в последний раз. У нас земные поклоны. Все посты соблюдаются. Все постановления церковные. Чего ты обвиняешь? Ну ты не выполняешь. Сейчас один на меня, который подоставляет встречу в Литве. Видно, хороший. Да, в Литве. И говорит, а католики бреются. Это вот почему. Восьмая глава, седьмой стих, числа. Я посмотрел и сейчас ему отмечаю. Некогда надо скорее записывать, но я отмечаю подробно ему. Никогда не думал, что там... Речь-то идет о чем? Израиль заново входил в завет с Богом. Они были как прокаженные. Показано прокаженные, обреем все волосы. Там прямая аналогия идет. И они посвящали их обреять и все волосы. Какие? Про бороду не сказано. Не знаю. А что про бороду там? Ты только это стих бери. Не порти края бороды. Не брить, а бороду, края, краешки не подравнивай даже. Ну вот сейчас я ему отмечаю под это. А он говорит, а они всем за этим оправдывают себя. Так это разовое во время посвящения даже оправдывает. А они что? Один раз очистились. На утро опять очищаются. На следующий день бритву берет. Раз. Очистились, когда он посвящал их. Один раз. Разовое. За всю мировую историю. А они на каждый день это перенесли и теперь бреются. Ну да они наелись. Бабьи биты и все. Никаких призраков-то других-то нету. Ты что? Христос брился? Да нет. А апостолы? Нет. Даже всегда бритвы их не изображают. Я изображаю. Даже возьми Микеланджело, другие там везде. А апостол, а пророки? Да ясно что-то бородами. Об этом пророков говорится. Ну и какой разговор? У нас-то другое есть известие. Как это у них получилось бордобритие это? Папа влюзил за одну женщину, а у них там было всякое разное. Ну и она сказала, ты бороду сбрею. До сунта бодру. Ну, теперь-то надо оправляться перед своими. Он сделал, говорит, в храме. А голод легко приучается, где его кормишь-то. Это легко дрессируемая птица по кормёжке. И он взял пшеницу, что он несколько пшенищей кладёт, голод слетает на плечо, пшенищинку клюёт. А народу этот Дух Святой ему что-то говорит. И он, говорит, Дух Святой сказал, что мы все брились. Только храм делан не обороты не имеют. Нашёл. А эка, который на него нападали, там вставили. Она говорит, и надо же. Свою мужскую красоту променял на подпупную женскую. Вообще не выразишь слова. Подпупная, у неё тоже там шерсть. И ты променял на это. Но они теперь так и бриются. Зачем? Бог сделал. Ну, посмотри, папа, сиксинская мадонна. Это папа. Папа сикс. Это не патриарх. Папа. И как он с бородой? А давно ли стали брить бороду? А когда отделились? Тысячу лет. Ну, направо-то сказать, что же выкручивается это. Это не годится. Я бреюсь определённо. Нельзя, там, ты болен, тебя некому. Или, там, вы не бреешься, почему. Меня в Москве встретили с Даниловым в монастыре. Да, в Даниловом мы были. И они пожелают прям совсем. Вот мы работаем на радиоактивном заводе. И вот, вроде бы, чтобы пыль... Да, наоборот, пыль-то, пыль-выловитель, она здесь, а не на тело. Борода-то не болеет. Запутались? Если где-то какая-то пыль, она вот, я ее встряхнул, а у тебя-то на коже, и ты потеешь. У тебя сразу разъедает, если она ядовитая пыль-то. А у меня она здесь. Маска закрыта. Что не понятно-то? Это у меня фильтр. Он прикрывает ангену, никогда не болеет. Ну, что тут доказывают? Там возьми, это Дугин там говорит, и об этом даже Стерликов обородил. Ладно, брат. Ой, разделить с тобой боль нельзя. Я вчера еще додумался. В Володе нету, и мне нельзя сотрясать это позвоночник. Ну, я думаю, наверное, давно не пробовал. Взял колонны, давай колоть. И получилось немножко. А утром встать-то не могу. Не могу не поклониться. Сегодня стою только вот так вот головой. Ой-ой-ой. Тоже, считай, ходячий труп. Ну, у меня две грыжи еще не тронут, и одну только вырезали. Там же все. И это вас хоть маленько понимают. А другой, если такого у него не было операций на позвонке, он и не знает. Ну, болеет и болеет. А я... У меня впечатлительность такая. Вот ты сказал у тебя, позвоночник, у меня в этом месте и болит. Этот был Бурденко. Он всемирно известный хирург. И он, когда учился, и какую болезнь изучали, он то сразу заболевал. И когда в больницу полиакинику пойдешь на столе, это было болезнь. Да и люди впечатлительно заболевали. Сейчас убрали, этого нету. Ну, там какие-нибудь доклады Хрущева может лежат или еще что-нибудь. Через 20 лет, нынешнее поколение, людей будут жить при коммунизме. До того интересного, даже с тобой поговорить. Однажды меня вызвали в КГБ, а я пошел маму взял, она была в гостях. У меня большая зеленая сумка, я в ней магнитофон носил сюда. И вот они на первом этаже вызвали. Так, мама осталась там в прихожей. Игнатих, значит, сумку бы матери оставили. Я говорю, да нет, я привык, я за ручки держу, сижу. Да нет, нельзя. А напрашивают, он потом стал генералом в охране Путина, Педенко Александра Семеновича. Они на меня такие звезды получили небольшие, большую погону. И я говорю, да я нет, у вас же там магнитофон, вы записываете. А я по столу постучал, а у вас там приклеено сколько, которые записываете. Ну, покажите тогда. Я взял и открыл, а у меня только один лежит. Одна маленькая книжечка написана «Решение 22-го Съезда КПСС». Я говорю, тут написано «При коммунизм мы будем жить». Я радуюсь. Дожил, говорю, я пришел уже как коммунистический житель к вам. Ой, ну вы скажете. Ну, ничего больше не сумка-то здесь. Они боятся. Они боятся. Других напрашивали. Там один сидел, Маркус Сергей, он перешел в картулике. Они его спрашивали, а потом мне это все привезли, дали. Марк, казалось, вы Сладкиным давно знакомы. А он вас учил. Тайна записи на магнитофоне. Тайна записи. Тайна. Они спрашивали, как записали. Я говорю, маленький микрофончик в Бородеево. И когда разговаривали, они нигде не знали. А за 300 метров дальше там машина. И в машине записывалось. Это был мастер такой. Вот это Гаврилов отец. Алексей. Божьей милостью. Это удивительный был человек. Ну и они трепетали с нами разговаривать. Даже у полномочного в краю администрации говоришь, и они со всех сторон меня обходят. И где запись-то идет-то? Они мной такрывали, как хотели. Кулунец открывать храмы никак не открывает этот храм. Ну, вот сделать надо это. Они сделали. А тогда, вот у вас тут, кажется, в туалете рубчатые немножко капли-то. И его надо сделать гладким, чтобы пылинки не останавливались. В туалете. А они, представь, сдолбили и опять сделали. Храм-то не открывает. Но он говорит, ну мы все уже сделали, который раз-то. Ну, тогда он прямо говорит. Мы храм откроем тогда, когда отлучите лапки на церкви. Ох, вот это да. А я-то все это узнал. А разговор-то шел в краевая администрация, они никак не могли понять. И когда я ему это сказал, а настоятелем был благочинный, он высшую власть в митрополитии имел. Войтович отец Николай. Был беларусь. Ему подчинялось МИСКАЯ. И диспрофта не было бы. А он, ну, все на расписки в КГБ подавал, но... Просто нужно было, не мог выкручить это на глазах. Но я же не дал согласия. Даже если бы я нарушил ему говорил, он же себя выдал. Но я же не дал согласия. Я говорю, ну не дали, это в почет вам. А за что они меня хотели отлучить? Для чего? Чтобы не было нигде собраний, теперь ко мне люди не приходили. Мы вели занятия трижды в неделю по два часа. На дому, в разных местах. Они ничего не имели. А написано, или хором восстановлен, то тот, кто на первенце поставит ворота и прочее. Ну, я говорю, в какой крови открываете храмы-то? На моем трупе ставите. На моих мощах. Они еще не могли сказать. Начну, как припоминать. В моей биографии такое было. Он себя выставляет. Ну, я буду ладой говорить. Это не со мной было, а было с Карсене. Главный шпион универа. Ну, не было же он на алтаре. Да не было. И храмы не открывали с ним. Да, Муссолини выкрал. Белит оно. Только всего. Мы любим Господа. И поэтому с нами интересная история случается. Брат, мы всегда с тобой. Ты как утряк. Плыви по этому морю страдания. Господь это взял и дал. Дал. Припоминай прошлое. Прослоняй за настоящее. И никаких наркотиков. Никаких обезболивающих. Если силы, возможность дают. Обезболивание какое скажут. Он не хотел пить желт, что дали Христу. Не хотел. Это значит полное сознание. Я говорил, как я просил на операции. Делать без обезболивания. Но врачи не пошли. У вас, говорят, мускулы начнут сокращаться. Независимо от вашей воли. Я же себя пытал, когда на террористы готовился. И резал, и жёг, и что только не делал. Это было у Петра Первого. Он арестовал одного майора. Узнал там заговор какой-то. И его стал пытать. И сам, как Иван Грозный, сам в пыточной камере-то. И впервые встретился. Он смотрит на него и улыбается. Так ты что, боли не чувствуешь? Да нет, говорит, не чувствую. А как может быть? Ты бы посмотрел, что мы делаем, когда у нас собрания идут. Как мы готовим себя на эти путки. То, что ты делаешь, это семечки. Пётр Первый сказал, вот такого мне и надо. Переходи. Полковника сегодня же тебе даю. И работаем на пользу государству. Он говорит, хорошо. Но и ты тогда сделай то, что мы говорим. Вот эти несправедливости убери. Это прямо из истории Петра Первого. Потому что человек, не готовый к испытаниям, он очень трудно переносит. Иоанн Златоуст говорит, Так когда я каждый день готовился, что война будет. И поэтому сейчас у нас начнётся денёжка, как Украина здесь. Я совершенно спокойно смотрю. Я когда иду по городу, я гляжу на здания. Я мысль навижу дым и пыль до неба. Как всё рушится и... Ну я знаю это. Я к этому готов. Готовлюсь к этому, так сказать. Приготовиться целиком нельзя. Потому что реальность превышает наше воображение. Я это знаю. Я думал, меня как арестуют, буду допрашивать. Я сам себя так мучил. На поленях спать или стоя при стоящих стене. С вами разговаривает террорист. Да КГБ мне сколько раз говорили. Ой, да вы же готовый сотрудник наш. Вам только у нас и бой. Так я против вас и хотел. Перенимаю ваш опыт. Я же хотел в французском легионе быть. Хотел записываться. Не отпустили. Легионеров. Там подготовка высшая в мировой практике. Ну вот такой дуралей. И вот на этих Господь Савлой поймал его. Он был сильно ревностный. А прокинул, привел и говорит. Теперь ты дам понять сколько ему надлежит пострадать за меня. Вот. Я говорю, когда по эти слова Павлова, Савлова, они мне близки. Ты не говори, что я сейчас скорченный такой-то. Все было и когда-то по-другому. И мы когда-то верхом наконец сидели. Они болезнь на нас. С вами, дорогие братья. Вы еще потерпите за нас. Еще упрекать будут. Ну что интересно попутно сказать. Эти финны, я уже говорил. Запросили обо мне патриархию. И им дали добро. Это вообще первый раз я слышу такое. Авансов. То есть решили они проверить. А что же я где-то говорю. Ну ясное дело, я говорю-то не о патриархии. А о пробуждении. Патриархия дала добро. Это вообще не слыханная вещь. И где? В Финляндии. В Финляндии. Она русская церковь. Но они договорились и с финнами встретиться. Если удастся. Если удастся. 2 мая мы едем на собеседование в консульство Англии. В общем, все время помню. Это открылось. Теперь где ставка будет, там и работают крепко. Все вопросы почти решились. Только английская виза осталась. Ну а дальше отправляем мы, как тут уже у нас накатано. Но проходя через Украину, мы так и оставляем за собой право. А грабят убьют, значит путь дальше прерван. Я на Бога надеюсь. А мне какие опасности-то? Я иду не по шкале своей трусости, а по доверию Богу. Все брат, низкий поклон тебе за твои страдания. Ты как моряк полосатый, плывешь по морю. Я бывший моряк, тебя понимаю. А море это шатание, как шатается, и вся мудрость их исчезает. Но утихай, ты к желаемой пристани придешь. Ты как Пимин Многострандальный, а ты у нас Сергей Многострандальный. Я недавно говорил о житиях святых, хоть я записывал. Я тут про тебя даже вставил хорошую вставку. Там про болезнь ушла. Где-то натолкнешься, я не записал в каком моменте. С Богом. С Богом. Отвечай нас. Готов. Вот так. Так.